Оплачивать дополнительные услуги заставляют учеников Краевого центра развития хоккея. К журналистам губернии обратились родители, которые против таких поборов. По их словам, отказавшихся детей не берут на значимые соревнования. В конфликт вмешались краевые власти. Репортаж Любови Краснослободцевой. Краевой центр развития хоккея. Здесь тренируются дети, которые представляют регион на всероссийских и международных турнирах. Сегодня возле спортивной школы собрались родители юных хоккеистов 2008 года рождения. Они рассказывают, что в августе одну из групп возглавил новый тренер. Специалист сразу озвучил новые условия занятий. Пришел новый тренер Сигарев Михаил Васильевич. И на второй день, как официально пошли тренировки, он через общий чат, где родители все у нас состоят, идет обмен информацией, написал следующую информацию о том, что необходимо проводить платные дополнительные тренировки. Обучение в Центре развития хоккея бесплатное. Однако дополнительные занятия за деньги проводить не запрещено, но только по желанию детей и родителей. По их информации, за один урок тренер просил чуть больше тысячи человека. Многие отказались. По словам представителей родительского комитета, из-за отказа платить, тренер начал выживать из команды сильных и перспективных юниоров. Чтобы разрешить конфликт, родители обратились к директору Центра. Но ничего не изменилось. От встречи с журналистами директор хоккейной школы Игорь Дашутин отказался. Но по телефону сообщил, что за последний год в этой команде из-за недовольных родителей ему пришлось сменить двух тренеров. И действительно, тренер, которого обвиняют в поборах, уже третий в этой команде. Первый брал с нас денег, администрация его защищала до конца. А пока тот просто в открытую в чате не написал, типа, я уменьшу количество тренировок бесплатных для детей, потому что вы не платите. Второй тренер с нас не брал денег, его уволила администрация. Третий тренер с нас опять начал брать деньги. И администрация его защищает прямо с пеной у рта. Во время пресс-конференции с журналистами о конфликте в главной хоккейной школе региона узнал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Я прям сегодня дам поручение министру спорта разобраться с данной ситуацией. А если кто-то берет деньги, и это незаконно, то как минимум очень сильно погорячился. А думаю, что для этих людей все закончится точно в Следственном комитете. Жалобы родителей на поборы со стороны тренеров уже изучают в региональном министерстве спорта, которое является учредителем Краевого центра развития хоккея «Амур». Подтвердились несколько фактов того, что действительно проводятся дополнительные занятия индивидуального характера, однако не было подтверждения по тем ценовым характеристикам, которые предполагались при проведении этих индивидуальных занятий. В настоящее время материалы как работы комиссии, так и материалы, которые поступили от родительского коллектива, переданы в компетентные органы. Министр спорта также добавил, что в ближайшее время лично встретится с родительским комитетом, тренерским штабом и руководством хоккейной школы. Тем временем полиция передала в суд административное дело, которое было возбуждено по статье «Незаконная предпринимательская деятельность». Любовь Краснослободцева, Константин Пестерев, Павел Павлов для программы «Новости».